Всем приветики! Я опять съеду на работу. Опять съеду на работу. Работала выходные. А выходные работала с 6 утра. Ты чего? До 2. С 6 утра до 2. Белка сидит. А вчера ехала, я как раз маме сообщение писала, наговаривала. И такой маленький совёнок сидит на дороге. Я проехала а он даже не испугался. Непонятно, почему он сидел. Непонятно, что сидел. Я думаю, может, нет, там ветка лежала, кстати. Сухенькая, листики такие лежали. Вот так. Вчера работала и позавчера. Суббот, воскресенье. О, мой гоже, это crazy! Это было вообще что-то. Я как работаю вечером прям такой релакс. Мы всё равно сравниваем с тем, каким мы работали выходные. Ну и с девчонки я разговаривала вчера. В субботу работала. Я думала, воскресенье не будет так. И пришла девчонка, она к вас ей приходит. Ну и мы с ней вместе на одном месте работали. вдвоём постояли. Я ей говорю, ты даже не представляешь? А, работала она. Всё правильно. Она тоже работала. Просто мы с ней не разговариваем. Мы в разных местах были. Сейчас я ей говорю. Это было какой-то сумасшедший. Она такая, да я вообще не помню, что у нас был такой день. Это какой-то кошмар. Столько народчиков. Я вообще не видела столько народа. Линии такие были везде. Такие корзины полные. Это неделя. Уже с сегодняшнего дня начинают дети заезжать в колледж. В колледж начинают заезжать. А через неделю, в следующий понедельник, начинается школа. Ну, как школа уже открывается, как бы, например, первый день будут просто учителя. Там какие-то тесты будем брать. Там график работы нам скажут. Что, потому что уже во вторник приходят новые дети, как бы новые дети. Только младшие, как бы самые, только новенькие будут. А уже в среду все, начинается вообще школа. Поэтому люди все закупаются в последнюю неделю. Буквально неделю до школы. Покупают абсолютно все. И бегают. О, а это где? А это где? Ну, откуда я могу знать, где что лежит? Даже у меня времени, у меня времени нет, чтобы открыть телефон, проверить, в какой секции, где, как бы, где что найти. Потому что времени вообще нет. Мне надо, у меня тут целая толпа людей помогать сроку. Надо. То два раза отчетают, то не та прайс, то нет это, нет прайса, надо кого, короче, это что-то вообще. Никакого релакса, никакого релакса абсолютно нет. И вот вчера, ну, еще субботу как-то, как-то ничего-ничего, сумасшедшее все. А вчера даже ни один человек у нас не ходил на брейк. на перерыв вообще нам положено как бы два перерыва по пятнадцать, не считая того, что ты, например, хочешь в туалет сходить, тебя так кто-то заметит, а это просто пятнадцать минуты ты должен уйти, сесть, и пятнадцать минуты ты должен посидеть, и вернуться, как бы, каждый. никто не брал. Никто не брал. Кое-как обеды. Я пошла на обед, я сходила в машину, взяла воду, потому что я до этого брала кофе, у меня был кофе, потом взяла кофейный стакан, внесла, взяла с машины мою баклажку с водой, посидела немножко здесь у нас Сэпвей, там посидела, Сэпвей, да, я там посидела немножко, ну, окей, думаю, пойду, схожу в туалет, не буду, как бы, сидеть, да потом, это, ходить, чему, пойду быстрее, поменяю кого-то, потому что, многие обеды не брали, еще, вот, прям, такие сумасшедшие, некоторые в туалет, зачем, говорю, блин, я в туалет не могу сходить, это, я иду, я иду в туалет, я в туалет схожу, и пойду, это, на свое рабочее место, пойду, мой, никого поменяю, как бы, чему я сейчас скажу, иду, и на меня нестется, молодая женщина, такая маленькая, ростная, такая полненькая, ну, до тридцатки, такая молодая, лежит, и такая, рет на меня, что вы гуляете, я такая, я такая, я ничего не поняла, что случилось, вы что, с ума сошли, вы посмотрите, что у вас в магазине творится, у вас народу полно, у вас такие линии, я такая, а вы что хотите от меня, так говорю, и тут сзади, девчонка, она менеджер, но у нас, я и говорила вам, у нас есть несколько человек, которые ходят по магазину, и смотрят, кто ворует, там, что проверяют, там, например, заметили, ну, система есть такая, короче, они высматривают таких людей, и она как раз идет за дня, и она орет, с кем я могу поговорить, мне надо менеджеру, потому что это безобразие, такая, ты на меня швырешь, и она такая, побегает перед тебе в стол, так, что вы хотите, что вы хотите, да, я вижу, да, народу много, а вы думаете, они, такая показана у нас, кто стоит, а вы думаете, они хотят работать в воскресенье, никто не хочет работать в воскресенье, но они вышли, они работают, у нас, кстати, почти все кассы были открыты, все кассы были, а сколько вам надо народу, двойные, просто очень много, люди оставили все свои покупки, именно на выходные, и если, например, там взяли 2-3 вещи, там, хлеб, там, это быстренько, но когда люди набирают, так у пачки, тетради, меленькие карандаши, вточилочек, понимаете, это как долго надо, каждое, каждое, каждое прощелкать, это долго, я не говорю иногда, чекаешь, чекаешь, да и я, когда это кончится, оно там такая, горка, вот таких вот, из мухиных, и вот, без конца и края, много, потому что, много очень, вот такие чеки, это, а, чек вот такой метровый, а такая, да, вы еще, ах, какой-то ужин, я говорю, ой, как вражу, я работаю вечером, у нас есть несколько часов, когда вот люди после работы, в основном после работы, заходят, покупают продукты, затариваются, еще пятница более-менее, такая, вечер такой, как, после работы люди, а так, в основном, пришли, там берут, взять что-нибудь по дороге, там, перемязка, хлебушка, молочко, там, немножко, немножко, и не так много народу, нет такого уж, прям, рейни, нам иногда достаточно, две кассы открытые, и вот эти, кто самятчик, и все, а это, о май год, мы уже сумасшедшие, я вообще такая, уже два часа, я такая, ухожусь, и такие, Лана, ты что, уже уходишь? я такая, да, ты счастливая, я такая, я в курсе, ну, многие меня не могут еще назвать, по-моему полному, не несколько, но многие называют, ладно, ничего, если он тебе будет назвать, такое интимное, как бы сложное, есть один парень, он, ну, тоже, как с нашим классом, я всегда говорю, что, ну, как бы, и он у нас коляски вот собирает, так, декорки, ходит такой, аккуратненько, ничего не забирает, такой, знаешь, такой хороший, и всегда проходит, и у меня и такой, как у тебя, Дина Светлана, и такой четко, четко произносит, никаким, ни с какой корям, все, говорю, люди, которые, ну, как, немножечко, как с нашего класса, они, я говорю, у нас в классе, мое имя, все могут произносить, а учителя нет, ой, когда дорогу здесь закончишь, наверное, до первого снега будут, вот так, две сел на стороне, ну, и вот, еще расскажу, сейчас, один случай, я вчера, Гэри, рассказывала, и, да, я после обеда, и пошла мне, Джон говорит, иди встань на ту линию, закрыли ее, потому что, кто-то тоже ушел на обед, можешь ее открыть, я такая, ладно, давай, открою, я ее открыла, и тут как раз, смотрю, те женщины, которые ходят по залу, напоминают, ведет одну женщину, я не видела начала, как она вообще ее, потому что, она ее взяла уже с выхода из магазина, и идет ее проверять, и говорит, давайте я проверю, а чек такой, знаете, как будто бы, ордер онлайн, потому что, это как распечатано, я не видела у нее такой резид, вот как вот обычно чеки дают в этом, когда ты продукты покупаешь почище, такая распечатанная, а напечатанная там довольно-таки немного, а корзин, коляска битком, прям битком, у вас, я вообще не понимаю, что это было, и спросить вроде как бы неудобно, и девчонка ее говорит, давайте я проверю, потому что, видно, ей не понравилось, слишком много у нее продуктов, и слишком маленький, маленькая сумма заплачена за это, я так думаю, и она ее вывела на свободную кассу, начала отчекивать, и она там, что, видно, что куплено у нее, за что заплачено, у нее было в Walmart пакетах, а, и как бы, так наверху, как будто она все положила, что если вдруг проверят, то бывает иногда, они когда подходят к кассе, ну, прикладывают варкод, что они, например, онлайн оплатили все это, и просто надо сейчас пакеты им сложить, и иногда говорят, вы должны, для нас как бы сигнал приходит, вы должны из всей этой коляски три вещи, паркод проверить, как бы, на выбор, подойдет, как бы, уплачен, не уплачен, а иногда сразу им говорят, ну, вы нормально, вы можете идти, я один раз у меня девка была, но она постоянно бывает, у нее такой заказ огромный был, она как бы доставку делает, в Волгар, такой огромный заказ, у нее коляска битком, я говорю, она прочекала, посмотрю, не надо, говорят, как бы, упаковывайте, идите, нам не надо прочекать, я так говорю, блин, говорю, такой большой заказ, и потом как бы мы разговаривали с нашим менеджером, я говорю, блин, надо такие огромные заказы, некоторые мне говорят, вот, проверьте, там даже листают, ну, как я запомню, там, там коляски, там, наверное, штук 50, самое мало, всякие наименования, ну, как я могу запомнить 50 наименований, вот так просто пробежать, конечно, нет, иногда, когда маленький заказ, например, что бы, там, 12 наименований, они же просто так привозят, не упакованные, я могу, я смотрю 12, я тут, 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 я уже вижу, да, что здесь, и вот она менеджер говорит, да, да, вот тоже нам это не нравится, потому что иногда они берут по листу, они отчекивают, когда берут на телефон, отчекивают, а некоторые дополнительно еще накладывают без этого, нет, ну, так, дополнительно берут, очень много, ну, вот про эту тетку, и они такие начали проверять у нее, а у нее там банок, вот эти всякие консервные банки, я не знаю, что горошки, кукурузы, овощные там, может, соусы какие-то, супы, вот прям все дно, вот так вот, они как вы, в стиле, так, с пакета, потому что у нее этого нет, и потом, где вот обычно ложатся, у мука откидывается, так, перейдет, кто знает в Америке, у нас вот такие, может и в России, такие там, вы видите, в Украине, такие-то впереди, и туда, и надо детей сажать, а там лежит, например, кофта, как сватшор, тепленькая такая, с рукавами, желтого, желтого, грязного цвета, и она такая, говорит, это моя, и она такая ее достает, а там вот такие, большие две, три упаковки, куриные грудки, прям три упаковки, каждая, ну, от 12 до 15 долларов, представляете, три упаковки, она скоммуниздила, это только этого, а там еще сколько всего, и что, ей отдали то, что она заплатила, а это забрали, и она пошла, представляете, и она пошла, она такое преступление совершила, воровство, и ей за это ничего нет, я вообще-то не понимаю, и не говорю, а я вот пока работаю, да, люди приходят, вот где, часто мы стоим, где они отчекивают сами, и покупают, например, огромные контейнеры, ну, она не прозрачная, там все видно, есть там что, а есть контейнеры темные, черные, или кореш, они не просвечивающие, крышки тоже темные, не видно, я знаю, мне надо проверить, но мне всегда так неудобно подойти, я уж что раз извинюсь, ничего, если я вас проверю, потому что, как бы, мне надо это проверить, я всегда боюсь человека этим обидеть, ну, ладно, люди еще такие все, ой, да, конечно, конечно, да, я вообще, давай открою, чтобы мне на двери потом, неправильно, крышки еще надо плотные такие бывают, чтобы мне не открывать, мне там так, глють нормально, а еще, коробки обувные, бутсы, вот особенно, когда мужские продают, коробка вот такая громедная, там ботинки такие ставят, а там вот по краям можно наложить все, что угодно, и я, если честно, никогда не проверяла, один раз со мной, вот такой проверяющий, то уже стал, проверяющий стал, такой, и когда парень прочекал, у меня же на ленте, и он такой к нему подошел и говорит, ничего, если я вас коробочку проверю, тут окей, я такая, ну что, я еще мало работаю, у меня как бы, я еще не знаю, что надо, что не надо, ну да, значит, надо коробки проверять, еще раз, ваш парень покупает, такой, коробка огромная, я к нему подхожу, я говорю, ничего, если я проверю, он такой, проверь, представляешь, 7 долларов эти ботинки стоят, я больше трачу денег, когда я их чищу, полирою, я такая, он даже понял, почему я не проверяю, и он подумал, что я, слюнем разно, что я хотела просто проверить, какие ботинки, вот так вот, вы знаете, я помню, когда я только приехала в Америку, Ольга, наверное, еще помнит у нас, и мы, прям вот, только поженились мы, и мы сняли апартмены в городе, недалеко, где Ольга жили, прям тут вот, как бы она ездила, не совсем далеко, в одном городе, и, а у нас, на шкафах партнене, не было стирки, прям в нашей комнате, не было, была стирка только, как бы рядом, напротив нашего дома, прачечная такая, как бы, несколько машин, сушилок, и вот так вот, как бы, несколько их было в нашем, и я пошла, я так вот, прошелочек понесла, все эти средства, стирку принесла, и думаю, еще машинка есть, я пойду, а я же как, люди все в одну кинуты, черные, белые, зеленые, красные, а я же все по цветам, постельные отдельно, цветные отдельно, серень, полотенца, я так, я и всегда так стираю, я думаю, многие так стирают, это, ну и я думаю, окей, еще машинки есть, свободные, сейчас пока у меня это в сушку, это стирку перекину, пойду принесу, например, полотенце, пока побежала, прихожу, порошка нет, и вы понимаете, и вот, мне не настолько было, я даже помню, что тогда еще тайт прошел, был, тогда, я покупала в Уинке, это, тогда прошел, что только 7 долларов, сейчас они тридцатку стоят, 7 долларов, и мне, мне не прошел было жалко, мне было жалко, жалко того, что я разочаровалась, я думаю, что в Америке не воруют, и я, и факт то, что я знала, кто это украл, я знала, кто украл, потому что, вот, я выбежала, и обратно, прям, расстояние малюсенькое, а у меня уже готов, все в этих, мне не то, что там собирать, вот эти грязные полотенцы, там, или что, оно мне все готово, уже я, раз, два, три, я знала, потому что, кроме этого человека, с утра, а люди все на работе, тишина такая, я знала, что это уперла эта девка, но у меня не было вообще английского, вообще, я вообще ничего не знаю, я только замуж вышла, вот, месяца, наверное, еще не было, я помню, я Ольге звоню и говорю, Ольга, я не могу, у меня так, прям, плохо было, так, я, у меня было разочарование, что, я, я и говорю, и когда мы жили, потом дом уже купили, мы жили, это как такое у нас место было, сады черешневые, как ферма, у нас огромная была территория такая, земли было дофига, у нас, домик у нас хреносенький был, но территория была красивая, зеленая, столько у нас фруктов было, ягод, овощи, ой, блин, еще был красивый, дом так себе был, ну, как, у нас было три спальни, два туалета, такая кухня небольшая, два зала было, ну, такой, знаете, не в сравнении с того, что у нас сейчас огромное, но мне он нравился, он был такой, как уютненький домик был, и мой работал в ночь всегда, в ночь уезжал всегда, я могла полночь убираться, у меня свет везде горит, дверь вообще ни задней, ни передней не закрывала, могла легко выйти в темноте ночью, мусор выкинуть, вообще не боялась, у меня нет, у меня до сих пор нет страха, меня еще никто не напугал, а вот с воровством, с воровством я прям разочаровалась, а сейчас тем более, когда я работаю, я вижу, сколько люди воруют, оооо, вообще, вот так вот, ну ладно, ребятки, все же, скоро подъеду к работе, ооо, я, ооо, я сегодня поздненько, что это, о, 10 минут осталось, ну ничего страшного, ну ладно, ребятки, до встречи, пока-пока,